Дело было в 2005 году. Проект назывался «Большая стройка». Это реальти-шоу, которое вели мы. И благодаря этому проекту город Магнитогорск узнал о существовании поселка Нежный. Сейчас поселок Нежный уже у всех на устах, потому как многие желают приобрести действительно свой дом и за недорогую цену. Согласитесь, двухэтажный коттедж с собственной землей, 5 миллионов с небольшим, это не так уж и дорого. Что сзади меня? Сзади меня вот тот самый объект эксперимента, который мы строили вместе с 5, а точнее с 6 молодыми парнями. Но объект эксперимента это не просто один дом. Это действительно мощный проект, который сейчас реализован. И нам осталось только говорить о новостях поселка Нежного. Что может быть интереснее, чем следить за развитием в динамике? А динамика развития поселка Нежный нас дивно как впечатлила. И лукавить, и привирать смысла не видим. Потому как видим результат распиаренных проектов рабочих поселков. Западный 1, 2, Радужный и Чудо-Царство Хуторкин. Последний, кстати, возводился темпами куда менее скромными. И к статусу доступного жилья не имеет никакого отношения. Тот же поселок, что напротив, страны Лимонии, не имеет коммуникации до сих пор. А здесь и газ, и вода, и столь актуальная канализация. И последнее мне не верилось, но это факт. Когда мы начинали этот проект, реальти-шоу, скажем честно, сомнений было более чем предостаточно. Потому как технической базы нам никакой не обеспечили. Сценариев нам тоже никаких не давали. Ну и мы сюда приехали на голое место, где стоял один фундамент и полудом. Но в течение нашего шоу полудом превратился в полный дом. Ребята, которые строили, дошли до второго этажа. И время-то прошло. И сейчас это уже не фантастика. Сейчас-то реально. В огромном ассортименте дома, типа комфорт двухэтажные. Для тех, кто любит большой семье пожить. Есть дома и одноэтажные, трех-четырехквартирные. То есть здесь делается уютный поселок. Где каждый будет знать друг друга. Где будет не скучно. Здесь будет тепло, комфортно и нежно. Потому как жилье здесь реально доступно. И при грамотном подходе к планированию семейного бюджета, сумма, эквивалентная евроремонту трешки в Ленинском районе, просто доплачивается за дом. И в спешном темпе, сбегав в недалече за саженцем, можно оставшиеся 9 месяцев заниматься ландшафтным дизайном. Что люди, живущие здесь, и делают. Сколько таких счастливцев? Есть ли место к желающим? Ну, количество семей уже живущих – это не один десяток. Количество новорожденных пропорционально возрасту поселка. Количество двухэтажных коттеджей пока лимитировано. Но есть на подходе чудо-таунхаузы. Грамотно разделенные звуконепроницаемыми перегородками, типа гараж теплый. Ну и в строительстве возникает вопрос, они и у нас возникали. А тепло ли будет в этих домах? А насколько прочны эти дома? А вообще, сюда приедут люди? Так вот, вопросы эти решены. Здесь везде центральная канализация, водоснабжение, газовое отопление. И я пригласил сюда, наверное, на съемки «Терминатора-4» актеров. Потому как технология магнитогорского строительства – это не технология американского строительства, где дунул, плюнул и все, дома слетел. Здесь даже внутренние перегородки – это два шлакоблока. Зачем такая прочность? Ну, наверное, для того, чтобы строение было долговечным. Вы хотите жить и не угорать на стоянку. Вы хотите жить и не слышать соседей справа, слева, снизу и вообще. Если вы хотите еще и зимой никаких проблем не иметь с запуском вашего транспортного средства, то приезжайте в поселок Нежный. Сейчас есть вот такие блочные одноэтажные дома, трех-четырехкомнатные, с отапливаемым гаражом. И еще немного о технологии строительства. При кажущейся простоте типовой застройки у владельцев дома есть возможность на различных этапах строительства вносить небольшие изменения, согласно собственной фантазии. Расширение площадей комнат, увеличение общей полезной площади за счет мансард и веранд вполне допустимо. Так же, как вы, на выбор можете заказать варианты фасадной отделки. Это же можно сделать и с отоплением. Если кто-то, наслушавшись небылиц, то и распространяют люди несведущие и завистливые, скажут, что в этих домах прохладно нашей суровой зимой, в доказательство продемонстрируем уютное обжитое семейное гнездышко, после посещения которого вопрос о простом обмене вышеозвучной трешки с совсем небольшой доплатой за одноэтажный дом, как мираж для человека, истосковавшегося по абсолютной тишине и возможности дефилировать в неглиже в собственном огороде и не попадать на плату за парковку на стоянке. Стал все больше углубляться и венчиваться в мозг. Мы не в силах объять необъятное, да и не собираемся это делать. Для этого есть и другие выпуски новостей поселка Нежный. Но в завершении сегодняшнего сюжета я бы хотел сказать, видал я различные поселки, и Радужные, и Хуторки. Что тут жить мне там не хотелось, знаете почему? Потому что веселья мало, все друг на другу косятся. Что это такое? Кто кого круче построит? Ненормально, я считаю. Здесь все дома в одинаковой крутизной. Ну, кто-то чуть повыше, кто-то чуть поменьше, да и пошире. Поэтому такой социальной напряженности, как в вышеозвученных поселках, в поселке Нежный просто нет. А что есть? А что есть? Домов очень много есть. И благоустроенная территория есть. И асфальт есть. А что будет дальше? Ну, об этом в дальнейших сюжетах.